народ здорово хочу рассказать вам про в чем суть особой экономической зоны в калининграде про это вообще почти нет но видосов адекватных вот я щас на пальцах все расскажу короче суть такая что резиденты если возят что-то там ну допустим из европы и за границей в калининградскую область то у них как бы беспошлины и ввоз или какие-то скидки зависит от товаров я думаю про все на примерах машин до 2000 там кого-то 6 что ли года можно было растаможить машину на область да и на на россию на всю страну и на область там то ли вообще нулевые пошлины были скидки в общем не суть и это только для резидентов тех кто как бы зарегистрировано в калининграде сейчас но с машинами отменили уже эту фишку но это касается кучи других товаров для чего это делается чтобы калининград не умер от голода если совсем по простому там в калининграде исторически сложилось морской городом портов до хрена было еще при союзе они сейчас есть вот если бы но вот это не вести эту историю то калининград бы в общем порты бы распилили на металл а сами калининградцы в общем ну как бы повысилась бы уровень наркомании и алкоголизма так калининградцы с одной стороны находится пределе с другой стороны но получают товары со скидкой для себя кстати поэтому собственно и существует этот ну момент с личными вещами когда обычные люди вывозят просто личные вещи из калининградской области на них таможня тоже обращает внимание потому что можно предположить что это какие-то как бывшие товары которые везли беспошлино поэтому их тоже надо проинспектировать какой же резон например московской фирме ну заниматься подобной фигней сначала возить товары в калининградскую область до беспошлино но чтобы потом заплатить пошлины тем не менее при вывозе их большую россию если честно я сам не до конца понимаю в чем вот финт именно вот этой операции но могу предположить что калининград удобно использовать как некую перевалочную базу он рядом с польши он территориально близко к европе то вот эти есть порты и вот каким бы образом груз не приехал в кёник там можно но зарегистрировать складе когда тоже на кого-то резидента пусть он это дело получит пусть он проверит наличие там все 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 и например если удобно привести по балтике паромом в калининград и дальше может поехать в москву на поезде или фурой можно это разделить на партии можно сразу отправить в разные регионы заказчиком кроме того один из заказчиков может оказаться в калининградской области тогда ему это все достанется быстрее и беспошлино уже сразу ну и главная фишка калининградской области вот этой истории с беспошлиным вводом это разумеется когда товар дальше едет не в чистом виде в каком он привезен а как-то перерабатывается здесь классно на примере опять же автомобиля не секрет что есть такой дилер ой завод автотор с девяносто шестого года существует калининграде он производит как там и киев бмв и mercedes и китайцев каких-то в общем в чем соль запчасти туда то есть там идет сборка из этих деталей и общем вот эти детали они приходят беспошлино в калининград и там их собирают уже готова продукция она уже там выезжает но на каких-то особых условиях я не знаю точно на каких но в любом случае запчасти ну на завод приезжают беспошлино в калининград а вот на завод в москве на приравнологичный они бы уже там приехали бы за деньги видимо по этой причине заводы в калининграде эти автозаводы сборочные цеха растут как на дрожжах давайте резюмируем то что я рассказал в калининград товары возятся беспошлино если их оформляют фирмы и резиденты калининградской области на к пошлине все-таки придется оплатить если товары едут большую россию при этом калининград удобно использовать как ну перевалочную базу или склад в общем логистический узел но особо выгодно в калининграде построить какой-то завод для которого ну вот сырье будет возиться беспошлино готова продукция отправляется большую россию как например это происходит с автомобилями спасибо все что я рассказал может оказаться полной чушью если да пожалуйста дополняйте в комментариях меня поправляете в крайнем случае даже готов буду запилить новый ролик этот удалить если все это полная ерунда то что я рассказал